Меркель должна уйти. Меркель в Сибирь, Путин в Берлин. Путин, помоги нам, скандирует толпа. Над головами российские флаги. Движение Пегида, европейцы-патриоты против исламизации Запада, с момента своего появления около года назад было не только антиисламским, но и пророссийским. Я нахожу в настоящий момент политику России более взвешенной. Правительство Германии находится на пути разрушения всего того, что удалось построить за последние 20 лет, на пути причинения вреда собственной стране и Европе в целом. Последний крупный митинг в Дрездене, городе, в котором зародилось движение Пегида, собрал около 5000 человек. Роль Дрездена в истории немецких протестов и российско-немецких отношений особая. Здесь было открыто первое представительство фонда «Русский мир». Дрезден – побратим Петербурга. И не только это связывает его с самым известным в новейшей истории России выходцем из этого города. Вот здесь, в тихом дорогом районе, в этом самом здании, располагалось КГБ СССР, где пять лет работал будущий президент России. С этой лестницы в декабре 1989 года, судя по словам очевидцев, Владимир Путин угрожал применить боевой пистолет, если повстанцы попробуют прорваться в здание. А это уже Берлин. Другие лица – те же лозунги. Среди членов движения Пегида много жителей берлинского района Марцан, в котором проживает около 40 тысяч русских эмигрантов. Для них проблема беженцев тоже стоит остро. По соседству со школой, где учатся дети многих россиян, открыли общежитие для беженцев. А они, как известно, ребята подозрительные. Могут и ребенка украсть. Такой очень интернациональный состав. Венера Герасимов-Вагизова страхи русских немцев разделяет. Сама недавно видела в подъезде подозрительного мужчину неевропейской внешности. Она регулярно смотрит российские федеральные каналы. Но лишь потому, что, по мнению Венеры, немецкие СМИ о многих проблемах просто молчат. Доказательством тому послужила история с якобы изнасилованными грантами девочкой Лизой. Промах действительно немецких средств массовой информации был здесь в том, что они, так же как и с кернскими событиями, первые дни промолчали об этом. И поэтому первые сигналы об этой информации поступили из российских средств массовой информации. Редактор газеты «Русский Берлин» Борис Фельдман подтверждает, немецкие СМИ, как и немецкие власти, информацию о мигрантах выдают минимальными дозами. Если о них пишут, то пишут или что-то связанное с экономикой, вот они стоят столько-то денег, или что-то связанное с войной, или что-то отрывочно-истерическое. А нет такого, понимаете, чтобы людям объяснили, что да, это беженцы, конечно, но да, они мусульмане. Но у нас в стране 4 миллиона мусульман. И все мы, слава богу, никогда же ничего не было. Объяснили бы, что они приехали же не для того, чтобы масть свою устроить здесь еще одну Сирию, а как раз именно по противоположной причине. Особенно уязвимыми себя чувствуют русские немцы, сами в прошлом беженцы. Это классическая такая семейная ревность, когда вот мы всегда как бы должны были быть, вот все 20 лет мы были главной как бы мигрантской группой. Если говорили о мигрантах, то тут же все русские начинали шибушить. Как там? Что против нас-то? Как бы неважно. И вдруг оказывается, что появился там, родился младший братик, и все вокруг него там это, он отвратительный, опасный, ужасный, неважно, да, как бы, но внимание ушло. По данным Федерального управления статистики Германии, у 20% населения страны есть иммигрантское прошлое. Самая многочисленная группа тех, кто подходит под определение иммигрантов, состоит из русскоязычных выходцев из стран бывшего Советского Союза. Украины, России, Казахстана. Значительная часть этих людей, рассказывает историк и специалист по эмиграции в Германию Дмитрий Белкин, являются немцами, вернувшимися на историческую родину. И вот эти люди, приехав сюда, с сознанием того, что сейчас мы будем, наконец-то, частью немецкого народа, альтернатива für Deutschland, так сказать, новым немецким народом, вдруг выяснилось, что они не являются никакой альтернативой, и даже никто им не готов сказать, когда они стучатся в дверь и говорят, ребята, мы ведь и есть народ, да никакой вы не народ, вы русские. И вот тогда возникает раскол в сознании этих людей, и в эту пустоту, в этот вакуум, так сказать, который очень массивный, очень профессиональный интервенцию, так сказать, совершил и совершает российская пропаганда. Русскоязычные люди, которым не удается интегрироваться в Германии, часто примыкают к радикальным правым группировкам. Российские власти, по словам Сергея Логодинского, поддерживают многие такие группы. Однокурсник Алексея Навального по Ельскому университету, выпускник Геттингенского и Гарвардского университетов, Сергей больше 20 лет живет в Германии и занимается политикой. То, что российская власть, придержащая, и средства массовой информации, и организации вокруг них делают все возможное для того, чтобы поддержать деструктивные антиевропейские силы, силы, не поддерживающие идеи Европейского Союза в том виде, в каком он есть. Это, в принципе, не вызывает ни у кого никакого сомнения. У нас есть исследования, например, по связям венгерских фашистов Йобик с Москвой. Мы прекрасно все видим, что происходит по поводу поддержки Липен. И то же самое очень многие ожидают по отношению к так называемой альтернативы для Германии, АФД, то есть с популистским силам. И там тоже есть контакты, во всяком случае, с российским посольством, с российским руководством. Но не стоит преувеличивать масштабы трагедии. Влияние российских СМИ на умы русских немцев далеко не так велико, как может показаться. Сюжеты об ужасах и беспределе мигрантов в Европе по российскому телевидению видят ничего не решающее число русскоговорящих жителей Германии. Еще меньший процент доверяют увиденному, уверяется ЦОЛОК и бывший директор Всероссийского центра изучения общественного мнения по коммуникациям, 8 лет живущий в Германии Игорь Эйдман. Естественно, что люди, которые привыкли всю жизнь смотреть российские телеканалы и получать оттуда, прежде всего, информацию, доверять или не доверять, но все равно смотреть эти новости, да, они, конечно, и здесь будут смотреть новости. Есть младшее поколение, то есть люди, которые приехали сюда детьми или родились здесь, они в 90% вообще все это абсолютно по барабану, вся эта проблематика. Они в огромном проценте уже ассимилировались, они мыслят как немцы, разговаривают на немецком, и проблемы их исторической родины их мало волнуют, они, конечно же, вряд ли будут черпать знания из программы Киселева. Тем не менее, недовольство политикой открытых дверей в Германии действительно растет. И совпадение в этом мнении немцев и русскоязычных жителей страны говорит скорее о том, что иммигранты рано или поздно все же интегрируются, а значит, те, кто приезжает в страну сейчас, в будущем, скорее всего, тоже будут чувствовать себя немцами и возмущаться новыми волнами иммиграции.